итак ребятки приветствую всех на своем канале и сегодня есть прямые доказательства уничтожения моей жизни причем повторный их я доказываю с каждым разом все раз за разом раз за разом что это не не было в какой-то промежуток времени а это происходит на протяжении нескольких лет и до сих пор как я и писал сегодня ребята но я так понимаю за счет того видео что я показал где рисунок на плитке а кто сомневается как не пишут что там перестань принимать соли там и так далее ребятки я могу снять видео в прямом эфире где невозможно как-то подделать или подкопировать сниму и покажу просто я не смогу зайти в сам санузел но из входа в него я могу увеличить и вы увидите рисунок то что в санузле связи не будет хорошей и качество будет плохое я могу сделать видео все и вот сейчас сегодня значит если кто не знает есть такой минский транзитный банк мт банк по которому у меня висит долг и ребята давайте начнем с того я вам опишу свою личную вот ситуацию вот исходя из закона и того что вот есть по факту первое я должник по алиментам но сами понимаете почему я все вам рассказывал на видео почему у меня долг и что и вы видели какой объем сейчас делаю сколько я делаю объема какие деньги мог зарабатывать и как быстро я мог погасить то есть у меня даже их и не было долгов но они есть благодаря вот этой всей ситуации и у меня значит что у меня есть по долгам значит есть долг по алиментам есть минский транзитный банк и соцзащита по индивидуальному предпринимательству которая сейчас гасится за счет самой занятости отчислений то есть там уплачивается и налог и соцзащита соответственно гасится все я плачу всегда я пробиваю пробивали через самозанятость чеки потом смотрю в конце месяца сколько у меня ну первых числа даже в следующем месяце сколько у меня по чекам суммы считаю сколько мне нужно заплатить это 10 процентов самозанятости за счет самозанятости это вот налог и соцзащита и 50 процентов я считаю на уплату алимента то есть алиментов то есть алименты и погашение долга по алиментам 25 плюс 25 50 процентов и опять же с этой суммы с большим со всей зарплаты еще 10 процентов высчитываю того получается 60 процентов со всей суммы уходит я все плачу по закону закон наш кстати я обращался и у меня был суд суде меня судья спросила почему вы ну как бы ну не гасите ну я не помню гасите что он там спросил что-то короче пошло дело по алиментам ну я говорю что я уплачивал 50 процентов то есть 25 и 25 вот но у меня взыскивали до 85 а она задала вопрос почему вы увольняетесь с работы и у вас вот тут работали там работали здесь так вот я объясняю что по закону а я вам я вам просто цитирую дальше вы увидите переписку исполнителей вот в этой части вот ровненько по этой вот половине вы увидите переписку и с исполнителем а в этой стороне вы увидите просто выписку даже не выписку видео снятое с экрана телефона где есть законодательство прописанное ну наше белорусское законодательство по уплате долго долго сколько где и как и в каких мерах ну и плюс перед этим я еще вам расскажу все а потом вы уже без слов без ничего выйдете всю эту переписку вот значит закон наш закон значит если у нас деревья не находится один ребенок ну то есть уплачивать элементы на одного ребенка на одного то и у вас имеется долг по алиментам то а вообще алименты по закону считается первоочередными для покошения и уплаты вот если у вас есть долг по алиментам то у вас имеют право взыскивать до 50 процентов не более 50 при любых остальных долгах если у вас какие-то долги есть еще но нет алиментов имеет право удерживать вроде бы даже до 50 процентов весу вас несколько долгов если у вас какой-то один год кто 25 процентов максимум больше 50 процентов если у вас так по алиментам удерживать не имеет право исключение только если у вас по исполнительному Prizpa исполнительным листам есть более двух детей то есть два три и дальше либо Либо, если ребенок находится на иждивении у государства, и государство имеет право удерживать до 70%, да, до 70%, не больше. В моей ситуации я не обязанное лицо. Раз, я выплачиваю 50% по закону. Два, более 50% они не имеют права при любых количествах долга. Так же мне сказала это и судья, что больше 50% у вас не имеют права удерживать. Юристы то же самое говорили, то же самое. И сейчас ребята за счет этого видео они мне позвонили. И не позвонили, а написали в байвере, сначала исполнитель написал, что якобы я должен платить, Что пришло ходатайство об, ну короче, в отключении, ну типа отключение интернета, там, допустим, изъятие логических прав, там, отключение эти мобильные связи, там, туда-сюда, в обеспечение похошения долга. Пришло, пришло ходатайство от Минского транзитного банка. А вы, ребята, теперь подумайте мозгами чей это банк, под чьим он руководством. Вот. Тем не менее, за весь период вот этого исполнительного иска по МТ-банку, ни разу ни исполнитель, ни МТ-банк не предоставил мне расчетные счета для оплаты долга. Я заплатил 200 рублей, вроде бы в мае месяце, если я не ошибаюсь. Заплатил, но мне пришлось прийти в банк, в сам банк, сказать эту ситуацию, потому что по кассе, по банкоматам, там, этот, этот, ихный кодовый шифр, там, или как он там, там, ну, к примеру, там, 10ВЦ, там, т, 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 номер счета, номер лицового счета, либо договора, там, он недействительный, по нему нельзя платить. Я обратил, стал, взял палончик, пошел к ихному сотруднику по очереди. И, и даже они не смогли найти, куда платить мне деньги. То есть, нету ничего, нету ни расчетного счета, нету ничего. Им пришлось связываться с Минском, как-то там договариваться, короче, и я, я оплатил этих 200 рублей на расчетный счет, там, какой-то вообще посторонний, их расчетный счет. И они уже эти деньги перевели на покращение моего долга. То есть, понимаете, возможности платить куда-то у меня нет, потому что, ну, у меня есть, допустим, какие-то средства, там, ну, допустим, даже 5-10 рублей, которые тоже являются платой. Но, куда заплатить, у меня нет ни реквизитов, ничего. Тем не менее, в это время приходит кадатайство об, вот этом, об обеспечении взыскания долга, то есть наложение ареста, там, то далее, и тому подобное. При непредоставлении расчетного счета я переписываю с исполнителем. Исполнитель заявляет, что вы обязаны платить до 70%. Я говорю, на каких, говорю, основаниях я обязан платить до 70%. Вы сейчас все почитаете, вот вся переписка будет вот тут полностью вот вся медленно идти, вы все посмотрите. Я говорю, на каких основаниях я обязан платить? Даже не то, что основания, а я должен быть лишен родительских прав, и ребенок должен находиться на иждивении государства. Вот тогда, в случае одного ребенка, при такой ситуации, они имеют право взыскивать до 70%. И я это пишу, а она все равно на свое прыгает. Понимаете, что вот я обязан, и все. Я ей пишу, что вы предоставляете сейчас заведомо ложные сведения, а это уголовная статья. Вы ссылаетесь на то, что я обязан платить, хотя по факту, по закону, я не обязан платить больше 50%. Я исполняю свои обязательства и плачу 50%. Туда-сюда, короче, переписку сейчас увидите, но у меня был разговор из банка, которому я звонил несколько раз, и ей не мог дозвониться. Потом она сама перезвонила. Я ей объясняю, что у меня есть долг по алиментам. Я плачу 25% ежемесячно и 25% алиментов. Хотите, пишите заявление, и исполнитель тоже писал. Вы увидите переписки. Уменьшайте похошение за должности процентов и разницу вот эту вот. То есть 25% ежемесячных и 25% в счет, допустим, похошения долга. Делайте их 20%, делайте их 10% и остальную разницу я буду уплачивать в остальные долги. Нет, я должен платить свыше. Для чего вы, ребята? Для того, чтобы я не смог заплатить сейчас алименты, вот специально. Понимаете, вот специально это все делать, чтобы я без денег остался. Понимаете, что я не смог вот это все выплатить. Но я выплачу в любом случае. Сколько там? 200-250 рублей. Все, ребята, я плачу. И погашение долга там сколько? Рублей 10. А у меня больше и не выйдет денег. Все. Потому что вы не думаете, что так постоянно будут такие деньги. Будем жить как-то, с матерью проживем, ничего страшного. Вот. Они специально это делают и для того еще, чтобы забрать еще инструмент весь. Чтобы я без ничего остался. Понимаете? То есть оснований по факту, по закону нет. Прийти ко мне, то есть основания, описи имущества, либо там отключения связи, только в том случае, если я нарушаю закон и не уплачиваю. А я уплачиваю по закону, ребята. Я уплачиваю 50% все как есть. Полностью. Все. Более 50% по моей ситуации. И не имеют права вообще удерживать. Вообще не имеют. Но тем не менее, у меня раньше на всех организациях удерживали и 75, и 85, и 100% на Горсвете. У меня и документы. Она говорит, у вас удерживали 70. Я говорю, нет, дорогая моя, у меня удерживали 100%. И у меня есть документы, выписка с банка. А движение расчетного счета, где видно, что проходили суммы и куда они уходили. Полностью до нуля. А потом были возвращены после моего заявления. Потому что более 50% не имеют права удерживать. И теперь они ссылаются на то, чтобы я вообще без денег остался. Вот вы видите, вот он доказательство нарушения закона. Человек не первый год работает, и он знает закон, он знает, что 50% не больше. Все. Но тем не менее, он идет вне закона, нарушая закон, предоставляя мне заведомо ложные сведения, находясь на рабочем месте. То есть при исполнении своих служебных обязанностей. А это, ребята, уже уголовная статья. И вот мне надо писать заявление. Но, чтобы его написать, надо сейчас мне подождать, чтобы они сделали эти действия. Отключили сотовую связь, интернет там или что-то еще. Пришли на опись сюда, к примеру. Даже 5 рублей будет являться вашей оплатой. Вот. Но если вы, конечно, получаете доход, но платите менее в процентах, вот. А у вас нет ни элементов, ничего, ни долга, ничего, то это, конечно, уже получается неплата. На это основание они могут прийти к вам. Вот. А так, на данный момент, они не могут прийти. И вот поэтому я жду, чтобы они вот это все действие сделали, там, связь отключили, интернет, как говорят. Интернет отключат, приедет мать, ее на мать оформлено в этот же день. Вот как она приедет, переоформлено, и все. И все останется, интернет, как он и был. Вот. Также и сим-карты. У меня тут 2 сим-карты. Одна матери, а одна моя. Отключат мою, у меня с матерью будем сим-карты пользоваться. Ничего страшного. Вот, ребята. И аккаунты у меня переведены на 2 номера телефона. И на этот, и на тот, как резервный. Поэтому тут тоже ничего страшного быть не может. Вот. Но я еще жду, я не могу сейчас взять и написать заявление, почему-то, что мне нужны факты, действия их. То есть она скажет, что я написала, но я же не делала ничего. И все. И как бы фактов, ну, оснований как бы нет. Есть предпосыл, но нет основания. А мне надо именно основания, чтобы она сделала это вот. И тогда, ребят, 100% я напишу заявление о привлечении к уголовной ответственности. Эта статья, я не помню какая-то там, но там и нормальные сроки идут сразу. Со старта. Потому что беспредела этого больше не будет, чтобы меня все это удерживали. Они специально делают, чтобы я не мог работать. Если не получается так меня поставить, и я не пошел на этот коттедж, на который меня подсуетили, как подставной, то они будут делать через исполнителей, чтобы забрать у меня инструмент. Чтобы ничего у меня не было, чтобы я не мог никак работать. Вообще никак, ребята. Понимаете? Вот в чем суть. Вот она. И вот и доказательство. И человек, занимающий должностное лицо, занимающий пост в государственном учреждении, причем при, находящийся при юстиции, при суде, нарушает закон прямо открыто, вот, промым текстом писать. Ну, мне переписывается со мной. Вот он реально действует. Все, вот он пишет, он реально мне предоставляет ложные сведения. И это, ребята, не один год, я же говорю. У меня было в исполнителе, я говорю, я прошел, вот как вы сейчас меня видите. Сзади меня, как картина, дверь. Ну, только дальше там. Большая комната. Там много исполнителей сидит. Там четыре или пять их сидело. Я сижу здесь за столом. Впереди исполнитель. А сзади стоит патрульно-постовая служба. Два человека. Причем непонятно, на каких основаниях у них там появились. И они так вот стоят и снимают меня на телефон. Сзади. Я так поворачиваюсь. Вижу, что он снимает. Он хоп, сразу телефон так вниз. И все. И типа на морозе, понимаете? Вот. И все. И описывали все, ребята. Все за копейки. 25 рублей стиралка итальянская. 25 рублей атлантовская 5-килограммовая. Все полностью вообще за такие цены, которые не обоснованы вообще ничем. То есть человек пришел описывать имущество, которое не имеет документов, подтверждающих, что он имеет право производить оценку имущества. Он может описать, но оценку имущества должен производить эксперт, а не он. А не исполнитель. А они специально описали, чтобы все это раздербанить перед собой. Себе забрать за копейки. Поэтому и цены такие. И сейчас вот специально это все делают. Понимаете? Все вот в обман идут. И вот реально я сейчас жду, чтобы это все вот произошло. Сейчас это произойдет, я сразу пишу заявление. Все. Уже никак не отмажется. То, что вот факты переписки есть. И вот ее действия есть, что она выполнила действия, которые являются нарушением закона. Все. И это уже неоспоримое доказательство. Уже никак не выкрутится. Решений суда нету, чтобы меня удерживали более 50%. Еще раз говорю, такое решение может быть в случае, если я обязанное лицо и ребенок находятся на иждивении у государства, а не у матери. Понимаете? Вот тогда они имеют право ставить свыше 50% удержаний. Такой ситуации у меня нет. Ребенок у матери я плачу. Когда вот сейчас есть возможность, я плачу. А они видят, что я плачу. И специально, чтобы не дать мне покрасить, они специально это все мне устраивают. Вот специально все против закона. Вот вы сами все видите. И вот вам переписка. Все, ребята. Поэтому сейчас я прекращаю это видео. Вы сейчас посмотрите. И увидите вот здесь переписку. А вот здесь я сейчас зайду в интернет. Найду эти законодательства. И вы его четко черным по белому почитаете. Что оно с Республики Беларусь. Такого-то года. И там написано черным по белому. Более 50%. Точнее, до 50%. Все. Свыше 50%. Один, два и более детей. Ой, два и более детей. От двух и более детей. Либо если ты обязанное лицо. Все. Тогда государство на обеспечении. У государства ребенок. Вот тогда тебя могут больше удерживать. Все, ребята. Так что приятного просмотра. Вот вам еще одно доказательство. И тут все по факту. Походу скоро третье предупреждение будет. Либо оно уже произошло. Понимаете? Вот и все. Так что, ребята, вам теперь точно пиздец. Потому что вы сами паритесь. Вы все показываете сами. Для всех. Для всего мира, ребята. И не надо думать про Россию. Россия не помощник. Потому что Юр Старый Мальш, допустим. У него спонсор с Россией олигарх. Тоже. Как и у Миши. И до сих пор ничего никому не было. Ни одному из них. И вообще. Вообще ничего. Потому что если бы Россия помогала бы. Они бы уже сделали все. Они бы этого Юрика, как говорится, убрали бы вообще нахер. И все. И послали в задницу. Как и этого Мишу. Но нет. Потому что России пофиг. России приват на это все. Им посрать. Они просто делают картинку. Что якобы они заступаются. Ни хрена не заступаются. У них свои интересы. Потому что некоторые лица хотят поставить себя за место другого человека. Но так не прекратят, ребята. Потому что весь мир уже увидел. Все абсолютно. И такого не будет. Бог просто не даст такой возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова